Здарова-дарова, народ! Канал Северфокус, сегодня топаем на реку Дисну, ловим на боковой кивок, на мормышку. И это сегодня пятый день, уже я хожу туда, пытаюсь что-нибудь поймать, рыба есть, она стоит, но она не берет. Два дня в подряд ходил, это был вторник-среда, по-моему, на той неделе, сегодня воскресенье. В вторник-среда ходил со спингом, оторвал килограмм на арене Чебураши, ни одной поклевки не увидел на концовке, перешел на ППО, клавил в проводку. Также были результаты, но не очень интересные. Сейчас перешел на боковой кивок. 16-ка, легкая леска, но 12, мормышечка, да, 0,3, 0,5, наверное, грамм такая. Мормышка из СССР, маленькая-маленькая, маленькая, маленькая, таких сейчас даже нету, я не видел. Вашрамовых аналогов я не встречал. Вот, и вот под берегом, около обливных камней, около коряк, собирается рыба. Мы ее, в принципе, успешно довольно-таки ловим. Вчера я ходил как бы на разведку с подсадкой, с мотылем. У меня осталось там чуть-чуть, вот сегодня как раз решил его добить перед работой, завтра, послезавтра на работу. Вот, решил добить мотыля, посмотреть, что будет. Погода кардинально изменилась, две недели была оттепель, прям было очень-очень все хорошо. Сейчас вот такой снежок насыпало. Ночью было минус 5, сейчас где-то минус 4 показывает, минус 3. Вот, не знаю, насколько это правда, но холодно, пальчики подмерзают, даже в таких перчатках подмерзают. Сейчас идем пробовать, посмотрим, что как получится. Вот, места интересные, ловлю, в принципе, интересные. Поклевок в море распопадается и плотва, и окунь, ерш. Искал пескаря, пескаря не нашел. Я так думал, где-то вон на песочке. А сейчас же у нас в половоде, талка пошла под воду. Поэтому особо, так скажем, ничего не получается. Вот, ну да ладно. Ветер, правда, вообще такой, в крону деревьев, правда. В воскресенье утро, время 6 часов утра. Люди спят в поле с пронизывающим ветром, без мотылева в кармане, только на речку. Все, блин, посмотрим, что получится. Вот, что стоит. Вот такая вот речка. Ветер по руслу, блин. По течению, там не видно, камера не показывает. Это прям не есть хорошо, но ладно. Хорошо, что тепло надел сегодня. Термушку надел, все дела. Чаек взял в термосе. Здесь такой прекрасный спуск. Все придет спускаться, только туда. Скользко. Скользко. Иду на горочку. Сейчас будем выключать камеру. И каким-то магическим образом надо перемещаться вниз и только туда дальше. Дальше, дальше, дальше. Забаварат реки. На ворона сидит на ветру. Холодно, да? И кот, блин. Все, потопали. Притопал к первой точке лорни. Вот вчера вот здесь вот. Небольшая браточка такая. Здесь был ерш. Прямо вот так вот все стояло. Все в ерше было. Поймал ее на штук семь. Естественно, все выкинул. Потому что рыбу я с собой беру крайне редко. Вот так вот все припорошил. Вчера здесь снега не было вообще. Все было чисто. Была старая пожухлая трава. Вот так выглядит удилище. Я его собрал. На кивочек. Зимний, заколхоженный, подлетний. Потому как времени заморачиваться. А тем более покупать дорогущие составные супер-пупер. Кивки, желаний и возможностей нет. Веска 0,14 раньше здесь была. Сейчас это 0,12. Ну, соответственно. Мормышечка. Вот она, опсиночка. На которую я вчера ловил. Палочка 8-метровая. Это вес, наверное, как шлагбаум. Среднестатистический. Это у нас рюкзачок. Раптор. Это чай. Чай налитый. Сейчас я его буду пить. И начинать ловлю. Сейчас посмотрим, что где будет. Процесс ловли самый стандартный. Обычный. Даже не заморачивайся. Просто опускаешь мормышку на дно. Чуть приподнимаешь. 3-5 секунд ждешь. Если нет поклевок, начинаешь игру. Стандартная зимняя. В принципе, ничего здесь. Супер-пупер. Ничего такого нет. Солнышко пытается прорваться. Это значит, будет сегодня днем мороз. Ветер. Какой же ветер. Следов нет. Рыбаков нет. Все нормальные, адекватные. Здравомыслящие люди сейчас находятся дома. Поднялся ветер, а с ним появился вместе снег. Поменял я место ловли. Там вчера течения не было. Сегодня течение. Перешел чуть повыше. И даймал вот такого парня. Кушара. Сейчас мы будем его отпускать. Ловить дальше. То есть вот такие вот затопленные деревья. Около них прям опускаешь. Как правило, рыба если есть, то сразу она бахает. Вот здесь у нас сошла щучка. На одном из видео. Когда ходила со спиннингом. Прекрасное место, кстати. Надо здесь задержаться. Надо в этом году, летом, промусить. О, они утки плывут. Красотень. Все к весне. Погода постоянно меняется. Кстати, вода прибыла. Вот там, где мои следы прошел я. Там вчера ее не было. Сейчас она появилась, подлилась. Ладно, ладно, не орит я чего. Сейчас отпускаю. Вот опять вот сюда вот. Там под коряжечкой. Вот он второй уже. С рыбок льет. Ох, он активный. Вон он, кушатся. Рыба кушатся. Несмотря на вот такую прекрасную погоду, снег прям сыпет-сыпет. Прям сыпет-сыпет. Рыба клюет. Это очень хорошо. Это очень здорово. Сейчас тебя отпущу. А вот он покрупнее. Речный корсар. Смотри-ка. Плавничок, все дела. Прям погода. Прям то, что надо. Главное, что людей нету. Спокойно можешь стоять и ловить. Это уже третий буквально за минуту, наверное. Опустил, поднял, опустил, поднял. Дороги не видно. Смотри-ка. Ничего себе, заметает. Здорово заметает. Не твоя ж погода, что ты клеешь? Скажи мне, пожалуйста, а у тебя рот занят, ладно? Ну что, давай. Бабку, детку зови. Буду очень ждать в гости. Сфотографирую, отпущу. Брать не буду вашего брата. Давай. Пока-пока. А ветер-то все усиливается и усиливается. Я думаю, вот небольшая тучка, а тут серьезная тучка. Как без изменений. Как бы укунь как клевал, так оно клеет. Там прям метет, метет. Прям такие прям волны снега. Иди сюда. Сейчас мы его отцеплять будем. Мелкий. Не беру. Не забираю. Мне интересно, не нужно. Рыбы много. Особенно по коряжнику. Вот так вот сранец. С полладушки. Ее много. Единственное, у меня хреново мало мотыля. Я как бы думал, что приду добью. А тут, видимо, с такими ребятами он у меня разойдется очень быстро. Прям сыпет-сыпет. Прям зима-зима. Конец марта, начало апреля, товарищи. Прям всем тем, кто остался дома. Молодцы, ребята. Давно я в такую погоду не попадал. Прям искренне радует. Прям класс. Ну, народу, я так думаю, сегодня никого не будет. Кроме меня. Прям здорово. Прям сыпет-сыпет. Прям заметает. Вот она, реченька, красавица. Весна. Я извиняюсь, что можешь. Здесь просто снежок. Вон он, снежок. Камера плохо передает. Но там просто что-то с чем-то. Там целые волны. Палочка-кормилица. Вот. Сейчас пойдем подальше. Попробуем что-то уметь. Здесь волк он как стоял, так и стоит. О, кряжники. Он без течения стоит. Сегодня, кстати, крупнее. Чурак был мельче. Сегодня покрупнее. Конечно, хотелось бы в идеале поймать багробыля. Хотя бы грамм на 350-400. Понятно, что он будет отпущен. Просто сам процесс. В принципе, пока все здорово. Мне пока все прям нравится-нравится. Прям супер. Все супер. Субтитры сделал DimaTorzok О, кроя. О, кроя. О, кроя. О, кроя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это был мост. Его, видимо, оторвало, развернуло и вот так вот поставило. Ветер прям хороший, качественный. Вон там сейчас подальше пойдем. Деревецы мелкие. Будем там ловить. Тут прям простреливается ветром. Прям здорово. Золнышко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чуть-то и один. Все по парам, а ты один. А, вон, пара полетела. У, витрина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снежный минус. А вон яичечко. Бежит. Поменял место ловли. Вот на такие вот обливные коряжки пришел. Вот. Здесь, вот там. Ну и, соответственно, на течение чего попадаться. Платвичка. Кстати, перчатки я надел. Холодно стало в тех. Другое место. Вот. Как-то так. Сейчас мы ее отпустим. Продолжим дальше ловить. Прямо вот, прямо вот, прямо вот перед этим. Перед деревом. Под дерево подкидываешь, и она вся там стоит. Вот там вот обраточка небольшая так же. Прошел я по обливным камням, по обливным корягам. Посмотрел. Короче, вот единственное, кто сегодня так мозги делает, это платва. Поймал я две штучки. Хотя вчера, в принципе, я всего пять штучек по платвичкам поймал. Поэтому такое. Поклевки есть, но после одного схода кто-то клюнулся, затащил у меня мормышку под корягу. После этого, соответственно, клев спал. Поменял место ловли. Я вчера проходил по этим же точным точкам. То же самое пробовал. Сегодня рыба клюет так же, но она крупнее. В размерах. Сейчас пришел в такое место. Там сзади меня повалены деревья. Штуки, наверное, три или четыре. Они давно там лежат. Сейчас я в половоде. И его, может быть, не видно. Но летом это место очень хорошо, четко отслеживается. Сейчас хочу попробовать там. Вчера я там не дошел. Я там не попробовал. Если там течения нет, то, по идее, там должен быть окунь. Ну или кто-нибудь еще. Не знаю. Солнышко проглядывается. Такое себе солнышко. Такое себе проглядывается. Одел капюшон прохладно. Чуть ветер задувает. Прям здорово. Метель когда сдаст, прям только леденеет. Надел першетки другие. Штуки замерзают. В этих работать удобнее. Ну, рыбу ловить, в смысле. Ну, вот, смотрим, ходим. Народу, соответственно, кого нету. Погода мне нравится. Ну, если нормально тепло одеться, то, в принципе, почему нету. Ветер свежий. Хорошего метеорожда. Е-е-е. Остается. Все, сейчас посмотрим, что там будет. Все, сейчас, наверное, меня не слышно будет. Ветер поднялся. Гулт. Попловочек висит. Я его достал, он был отторван. Он там, на коряжке. Вот ловил, я его повесил заботливо. Может, хозяин придет, заберет. Так вот, ветерок. Не дает ветер обнимать место нормально. Надыбка, ладно, сейчас буду уходить дальше по кустам. Потому что ветер такой, что уж, мама, не верю. Восьмиметровое удилище прям очень тяжело в руках удержать. Сносит. Не то, что даже удержать, а сделать нормальную, полноценную проводку. Ну, это очень тяжело. Порыв налетает то справа, то слева. Сейчас пока спрятался в деревьях, грубо говоря, под бугор. Такой бугорок от ветра. Зеленка, это еще рано назвать, чего зеленки нет. Приготовился попить чаю. Вот он у меня, чаек. Вот. И восстановить немножко углеводиков. Вот, неизвестная такая шоколадка. Она, когда ее мороз подхватывает, у нее такой, интересно, хрустящий оттенок появляется. Прям, ух. Деревья затопило. Вот так вот речка разливается. Ну, естественно, летом этого нет. Летом она там, речка вся там, ее здесь нет. А что самое интересное, знаметь, вот особенность такая. Когда вот речка разливается, и в затопленные места, где вот сейчас деревья, рыбы сюда очень редко подходят. А те коряги, которые изначально в реке находились, где можно подойти еще, вот даже сейчас, в половоде, половить в этих местах, где давным-давно уже эти деревья, камни обливные стоят, упавшие деревья большие в реке уже, они давно лежат. То есть там рыба стоит постоянно. А вот здесь на разливах ее почему-то мало. Так что вот такие дела. Ветер, кстати, стих, зараза. Видимо, дал мне передышку. Немного попить чаю. Удочка стоит. Китаец. Восьмиметровый. Как-то так. Все, буду пить чай. Сейчас пять минут. И пойду дальше, дальше, дальше искать рыбу. Там дальше не такие интересные места. Коряжки. Коряжки, коряжки, деревья. Вчера я здесь не был. Сегодня решил дойти, посмотреть, что как. Может, что-то, что-то. Ищу своего моби-дика, с которым можно будет побороться на весенних разливах реки Десна. Зашел на такой мысок, обнаружил вот такие вот палочки, обгрызанные. Я, как думаю, кстати говоря, следов почему-то нет. Значит, на берег здесь не выходит. Нара где-то в другом месте. Вон она поглода на дерево стоит. Бобр. Очень, кстати говоря, в этом году очень много бобра стало. Популяция усилилась, увеличивалась. Видимо, хищников нету естественных. Вот разумножаются грызунно. Дальше, в скором будущем нам предстоит ждать здесь плотин. Вот этого гаденыша. Ну ладно, посмотрим, что там как-то. Зашел на такой мысок, места интересные, конечно. Вот это основная речка. Вот это, соответственно, рукав. Ну, места хорошие, интересные, но что-то как-то рыбы нету. Сейчас здесь попробую, если нет, тогда будем опускаться на то место, откуда мы поднимались. То есть будем опускаться вниз по течению, уходить обратно в сторону дома. Короче, попробовал я те места, где разливы, но там все немножко не так просто, как я думал. Снег начался, вот он. Все завалило. Погода такая, как будто сегодня 30 декабря, блин. Предновогодняя, снег валит, валит, валит. Вчера днем начался, сегодня прям, я смотрю, прям так хорошо. Что-то ветер, то есть снег-то ветер, то есть снег, ощущение, какой-то циклон пришел. Ну, да, вот, теперь по поводу рыбы. На тех местах она не очень клюет. Хорошо, точнее, она вообще не клюет на разлитых. Идем сейчас на основные коряги, где локуни посмотрим. Что, как там, я подвыбил, наверное, с утра штук, наверное, 10. Ну, как выбил, я его поймал, отпустил обратно. Естественно, рыбу я не забираю. Нафиг бы она особо нужна. Так, половить для удовольствия, да, отдохнуть, да. Поймать это уже. Здесь такая задача стоит. Наловить на ужин, там, на мангал или еще что-то, да, да, можно на уху. А так, ну, она не особо нужна. Сейчас топаем, будем пробовать. В старых местах мы попробуем, наверное, еще на ум вот спуститься, посмотреть. Не знаю, опять по времени все будет зависеть. Погода, конечно, класс, супер. Никого нету, ничего не видно, никого нету. Все здорово. Ну, в таком нетипичном, под данные условия, месте клюнул вот такой полосатый парень. Неожиданно, да, он не таки, я здесь плотву ждал. В принципе, лоял здесь плотву. Откуда он здесь? Не знаю. Снег валит, проглядывается солнышко. Сейчас мы его будем отпускать потихоньку. Вернулся на исходное место ловли. Ветер тут останавливается, тут начинается снова силы. Окунек вот такой вот мелкий, он продолжает клевать. Второй мормышку на коряге. В неожиданном месте для меня. Сейчас будем чуть-чуть по лаву. Отлавливать, сейчас попробую поэкспериментировать с пармышками. По окуням. Смотрим, что из этого получится. Сейчас, короче, буду перевязываться, попробую, наверное, в гузде кубики. Здорово, они у меня отлавливались по другим водоемам. Собирают всю рыбу. Вот, и с сайровскими, отдельная коробочка с сайровскими. Берегу их, в принципе, почти все. Вот эти, новодел, купленные, вот это все старое. Вот, сейчас будем пробовать в гузде кубик. Маленький. Витер сегодня унимается. Вон весь сайкрой. Вон пузатый весь. О, да на нем еще и пиявочка. Потому что он, в принципе, не клюет. Вот она пиявка. Видно? Пофига не видно, вот. Так, у него есть пиявка. Пиявка. Вот пиявка. В принципе, почему она не хватает? Ни на спиннинг, нигде. Все, сейчас отпустим домой его. Вчера здесь очень хорошо, уверенно попадался. Ершик. Сейчас пришел, начал просматривать, пробивать. И вот он на конек попался, маленький. Метелька-то не вынимается, видимо, на весь день сегодня. Не просто так. Сейчас, сейчас отпущу, дорогой. Сейчас посмотрите. Вчера. Все, короче, народ, собираюсь Все, стопаю домой Мелкий окунь так и продолжает быть активным, то есть с местами Надежда стоит 2-3-4-5 штучек поймаешь Даже сейчас солнышко выглянуло Сейчас встал попить чайковского На этом же месте, где я вот утром остановился Все, попью чай, подаем шоколадку И надо топать домой Время пол-одиннадцатого, было поймано штук 20 на 25 окуней Плотички мало, две штучки все поймал сегодня Видимо, сегодня не ее погода Видимо, как вообще рыбы клюет Такие, прям порыв ветра, прям здоровские Сильный, очень сильный ветер В перемешку со снегом, конец марта Даже неожиданно, но мне нравится зима Поэтому, что могу сказать, мне прикольно, мне здорово Там тучки заходят на небе Сейчас, наверное, пахнет еще снежок Поэтому, как-то так Все, всем спасибо за просмотр Хорошего дня Удачи в трудовой неделе Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok